Так, коллеги, пришло уже 2 минуты с начала вебинара. Я думаю, что больше задерживаться не имеет смысла, тем более, что у этого вебинара ведется запись. Тем, кто не смог прийти и захочет увидеть вебинар при этом, будет доступна запись, поэтому я думаю, что мы будем начинать. Ну и да, помимо прочего, для тех коллег, кто не смог присутствовать сегодня на вебинаре в 2 часа, будет повтор, мы будем изучать ту же самую тему сегодня в 6, может быть присоединиться, или же, если вы найдете данную информацию полезную для своих сотрудников, то вполне можете пригласить их на вебинар в 6 часов. Для этого нужно будет просто разослать им форм приглашения, который приходил к вам на почту. Опять же, все приглашения на вебинар в 6 часов тоже будут выслать. Я, наверное, и начну тогда. Коллеги, добрый день. Очень рад видеть сегодня всех вас на нашем вебинаре, посвященном простым инструментам для продаж. Этот вебинар, данные конкретные события, продолжают серию вебинаров для клиентов компании МТТ и для тех людей, которые интересуются бизнес-рецептами и инструментами для повышения продаж в области телекоммуникаций, где мы освещаем различного рода инструменты от компании МТТ, которые помогают в повышении эффективности бизнеса. В частности, сегодня мы будем говорить о росте продаж. Основное, чему будет посвящена данная встреча, это именно простые инструменты повышения роста продаж. То есть те инструменты, которые не требуют дополнительных серьезных затрат, как временных по изучению, так и финансовых по вложению в них. Их инструменты, доступные всем клиентам компании МТТ. Для начала давайте... Да, я прошу прощения, что я не представился. Меня зовут Иван Родионов, я специалист по работе, департаменту по работе с клиентами. Собственно, на экране сейчас видны мои контакты. Если будут возникать какие-то вопросы, либо вопросы возникнут позже, можно будет связаться со мной, можно будет написать, мне можно будет позвонить. Мои контакты также будут в самом конце презентации, их можно будет увидеть. Немного о регламенте нашей сегодняшней встречи. Встреча рассчитана максимум на час. Это, собственно, докладная часть вместе с вопросами и ответами после этого доклада. Вопросы я предлагаю задавать в чате. Ну и, помимо прочего, коллеги, большая просьба по итогу прохождения вебинара. Большая просьба лично от меня и в целом компании МТТ заполнить анкету участника вебинара. Ссылку я отправил в чат. Эта анкета нам поможет наиболее интересные темы для вас и полезные в дальнейшем освещать. Если вы его заполните, это, безусловно, поможет нам стать лучше и в дальнейшем сделать наши мероприятия более полезными и интересными для вас. Даже если вы, конечно, не уходите раньше, большая просьба потратить буквально пару минут на заполнение анкеты участника. Так, коллеги, если вопросов по регламенту нет и анкета открывается, попробуйте, открывается ли она, то просьба поставить плюсик в чат. Все ли хорошо с этим, все ли видно, все слышно? Алексей, спасибо. Екатерина, Василий, спасибо. Валерий, спасибо. Так, ну что ж, я думаю, что на этом мы и начнем. Первое, с чего хочется начать разговор, это с того, что, опять же, я напомню, что теми сегодняшними мероприятиями называются простые инструменты для повышения продаж. И тут нужно сказать о том, что инструменты, в принципе, бывают как простые, так и сложные. То есть, я думаю, что многие из вас довольно искушенные руководители в вопросах инструментария для повышения продаж. И инструментарии на сегодняшний день как в области коммуникации, так и вообще в области рекламы, в области развития бизнеса довольно широк. Существуют инструменты очень серьезные, позволяющие весьма глубокую аналитику проводить, инструменты динамического колл-трекинга, инструменты рекламной аналитики, инструменты, которые дают, опять же, рекламные площадки, тот же самый Google, Яндекс и так далее. Существует огромное количество различных инструментов для повышения эффективности бизнеса, но эти инструменты, как правило, объединяют две вещи. Вещь первая, то, что для изучения этих инструментов требуется определенное время. Как правило, это не самое простое, не самое, что называется, элементарное область знаний. Более того, специалисты по данному инструментарию весьма часто имеют отдельное рабочее место в компании. Первое. И второе. Эти инструменты, как правило, далеко не бесплатные, то есть они стоят каких-то серьезных денег. Сегодня мы будем говорить о простых и понятных любому человеку инструментах, которые при помощи буквально пары кликов поможут вам программизировать ваш бизнес и понять, где находятся ваши проблемные зоны. За счет влияния на эти проблемные зоны повысить продажи, а также повысить отдачу от тех маркетинговых средств, которые вы вкладываете в рекламу. То, с чего хотелось бы начать, это с проблем, которые, в принципе, могут быть решены за счет использования инструментов МТТ-бизнес, за счет сервиса МТТ-бизнес, которые доступны любому клиенту, не требуют дополнительных задрадок. Первая типичная проблема, наличествующая в любом бизнесе, который использует телефонные коммуникации, это пропущенные звонки. То есть пропущенный звонок – это общая проблема любой телефонной системы коммуникаций, чем она, собственно говоря, опасна. Всякий пропущенный звонок потенциально для нас – это потерянный средний чек. То есть, коллеги, вопрос к вам, чтобы я понимал, что мы на одной волне. Все из здесь присутствующих представляют себе средний чек по своей компании. Если да, плюс, если нет, минус. Можно без каких-либо конкретных цифр. Валерий не представляет. Хорошо. Значит, нам тем более есть о чем сегодня поговорить. Коллеги, спасибо большое всем, кто дает оперативную обратную связь. Это очень помогает. Первое, что нужно представлять, это параметр, важный для понимания любого рода бизнеса, так называемый средний чек вашего клиента. Что это такое? Вы просто берете оттуда доход, который приносит вам клиент ежемесячно, делите на количество клиентов, которые приходят к вам ежемесячно, и вы получаете средние деньги, которые приносит вам один клиент. Это так называемый средний чек по клиенту. Фактически, тот самый средний чек – это сумма денег, которую мы имеем в том смысле, что клиент, который приходит, мы от него ожидаем в среднем примерно такого дохода. Чем опасен пропущенный звонок? Пропущенный звонок для нас – это потерянный клиент. И потерянный клиент для нас очень легко может выражаться в деньгах, потому что в денежном выражении для нас потерянный клиент – это потерянный средний чек. Это, собственно говоря, тем, то, чем опасны пропущенные звонки. На одном из предыдущих мероприятий я рассказывал о том, как при помощи инструментов компании МТТ и инструментов личного кабинета МТТ можно побороться с пропущенными звонками, то есть провести профилактику пропущенных звонков. Сегодня же мы поговорим о том, что делать, если пропущенные звонки уже есть, как их просматривать, как при этом использовать инструменты компании МТТ. Это первая проблемная зона, на которую мы можем повлиять. Второй важный момент, который необходимо осветить, и второй важный момент, в анализе которого мы можем использовать инструменты компании МТТ – это низкая эффективность сотрудников. То есть если сотрудники по какой-либо причине работают менее эффективно, чем могли бы, по той или иной причине, по причине недостаточной мотивированности или по причине недостаточного уровня знаний, уровня умений в продажах, это тоже сказывается напрямую на наших продажах, это сказывается на упущенной прибыль, на том, что что-то мы недопривлекли, что-то мы недоиспользовали. Ресурс наших сотрудников недоиспользовали на 100%, и это тоже наша потерянная прибыль. В количестве людей, очень просто считающиеся, просто люди, умноженные на средний чек. И отдельным моментом, который бы хотелось осветить лично мне сегодня, в типичных проблемах любого бизнеса, является неверное расходование рекламного бюджета, когда деньги, которые потрачены на рекламу, оказываются потраченными практически впустую. То есть, если рекламные затраты не приносят должной отдачи. Это мы тоже посвятим часть сегодняшнего доклада, об этом мы тоже детально сегодня поговорим. Коллеги, прежде чем я приступлю к рассказу о том, как можно проводиться с пропущенными звонками, скажите, пожалуйста, кто-то сейчас уже использует какие-то инструменты статистики для борьбы с пропущенными звонками, есть ли у вас пропущенные звонки? Буквально пару слов об этом, если можно в чат. Коллеги? Если нет, можно поставить минус. Инструменты не используем. Коллеги, спасибо еще раз за обратную связь. Каким образом мы можем контролировать и влиять на эти пропущенные звонки, которые у нас имеются? Почему это плохо? Я объясняю. Всякий пропущенный звонок для нас это потерянный средний чек. Но как мы можем на это повлиять? Помимо влияния прямого, то есть правильной настроенной схемы переадресации в личном кабинете, помимо изучения активности по звонкам в течение рабочего дня, мы можем использовать, ну что называется, пассивные меры безопасности данных, если звонок уже был пропущен. Используя инструменты и фильтрацию по неотвеченным звонкам за выбранный период в истории коммуникации личного кабинета МТТБ, мы можем видеть пропущенные звонки по тому или иному телефону, либо по тому или иному сотруднику за выбранный нами период. Сейчас на ваших экранах выбран период выходного дня, 5 и 6 мая всего года, и видны пропущенные звонки. Что мы можем сделать с этими самыми пропущенными звонками? Самое первое, что напрашивается насчет того, что мы можем сделать с пропущенными звонками, это перезвонить по нему. И это на самом деле самое очевидное и самое правильное, что можно сделать. В действительности, вот, коллеги, хочу обратиться к вашему опыту, даже не руководительскому, а к вашему опыту общения вообще с телефоном. Как часто бывала ситуация, когда вы звоните в компанию любого профиля, неважно, не дозваниваетесь и вам перезванивают. Насколько часто такое бывает? Отвечать можно в чат. Часто, нечасто, никогда. Редко. Алексей, часто. Валерий, нечасто. Вот, Алексею везет, за последние вот, больше половины не перезванивают, Василий. Спасибо. Да, коллеги, вот за последнее время, за последние вот, проведенные вебинары по такой тематике, вот Алексей второй человек, который написал, что ему часто перезванивают. Очевидно, везет. Большинство людей, компании, которым мы не звонили, перезванивают либо редко, либо не перезванивают вообще. И я должен сказать, что это вообще, говоря, большая проблема. И устранение этой проблемы, перезвон по пропущенному звонку, может довольно сильно поднять ваши продажи и увеличить доход именно с этого канала связи. Я приведу пример на собственной практике. Буквально пару недель тому назад, недели две-три, я имел неудовольствие разбить телефон и искать сервис для ремонта этого самого телефона. Я позвонил в одну из компаний, и там мне взяли трубку. То есть мой вызов оказался неотвечным. Обычное дело, звонки бывают пропущенными, тем более, что я звонил в нерабочее время, глубоко нерабочее. В результате, что случилось на следующий день? На следующий день мне перезвонили, и я, даже будучи человеком, будучи человеком, работающим в коммуникациях, меня, в общем-то, звонками тяжело удивить. Сама ситуация, что мне перезвонили, для меня в моей жизни довольно редкая, меня довольно сильно удивила и порадовала в хорошем смысле. Ну, то есть компания сильно заботится о своих клиентах, и из этого можно вполне серьезно сделать вывод, что сервис у компании соответствующий. В результате я обратился к этой компании за ее услугами, безусловно, поскольку мне позвонили. Более того, могу сказать, что проанализировав этот свой опыт, для меня не так очевидно и не так вероятно было бы обращение в эту компанию и воспользование их услугами в дальнейшем, если бы я просто зазвонился и поговорил. То есть сам перезвон по пропущенному, это ситуация, в общем-то, довольно редкая. И сам перезвон по пропущенному звонку это ситуация, которая может выделить вас от ваших конкурентов. То есть, если в вашей компании сейчас не перезванивают, у ваших конкурентов тоже не перезванивают. Если вы начнете перезвонить пропущенному, это то, что вам может дать существенный прирост в ваших продажах. Конкретно инструмент истории коммуникации, простой анализ пропущенных звонков по выборному периоду, будь то нерабочее время, то есть вчерашний день, либо будь то период, например, выходных, когда никто из сотрудников не мог ответить на звонок, перезвон по таким пропущенным звонкам может дать нам существенный прирост в продажах. И для этого не нужно тратить совершенно никаких денег, то есть это доступно всем клиентам. Компания МТТ, мы можем просто посмотреть по истории коммуникаций, отфильтрав ее по неотвеченным звонкам. Идем дальше. Проблемы эффективности сотрудников. В какой части эффективность сотрудников может страдать в нашем случае? Это либо пропущенные входящие звонки, такое тоже может быть. Это либо недостаточное количество исходящих звонков, либо ненадлежащее качество тех звонков, которые совершает сотрудник. Ну то есть мы прекрасно представляем себе, что бывают сотрудники более профессиональные, бывают сотрудники менее профессиональные, а кто-то говорит, совершает продажи по телефону лучше, кто-то хуже. Что нам с этим сделать? Давайте начнем с пропущенных входящих звонков. Чем это опасно? Как любой входящий звонок, этот звонок опасен тем, что мы теряем средний чек с каждого пропущенного звонка. Ну, плюс ко всему, само по себе наличие пропущенных звонков в рабочее время по сотруднику говорит о том, что у нас есть куда расти в плане производственной и рабочей дисциплины по данному сотруднику. Если у сотрудников в рабочее время существовали пропущенные звонки, это то, с чем мы можем поработать как с зоной роста. Причем зачастую бывает, что сами по себе пропущенные звонки это даже не такое обстоятельство, которое говорит о какой-то там недобросовестности сотрудника или о том, что он вредит. Иногда бывает, что сотрудники даже вполне добросовестные пропускают звонки, просто не зная об этом. Звонок пропущен, сотрудник об этом ничего не знает, мы с этим ничего не делаем. Просто воспользовавшись статистикой по входящим неуспешным звонкам с фильтрацией по сотрудникам, сейчас у вас на экране вибраемый период прошлого месяца, в поле, кому звонили, введен администратор наименование сотрудника в личном кабинете МТТ, и фильтрацией по типу статистического звонка, входящий неуспешный вызов, мы получаем выборку по тем звонкам, которые пропустил конкретный сотрудник. Данное обстоятельство можно поставить на вид сотруднику, мы можем посмотреть, сколько звонков было пропущено в результате данным сотрудникам, и как-то поработать над этим в дальнейшем. Помимо того, что по данным звонкам можно перезвонить, разумеется, то, о чем я говорил в рамках предыдущего слайда, это те звонки, которые позволяют нам подумать о том, кто из сотрудников более или менее добросовестный в части принятия входящих звонков. То, что мы можем проанализировать, то, что мы можем поставить на вид сотрудникам в качестве того параметра, где они могут быть лучше. Какие могут быть проблемы на исходящей активности? В исходящей активности, и это, в общем, и построенная ситуация, когда менеджер по продажам на исходящих звонках, холодные продажи или просто какие-либо роды исходящие продажи, имея очень высокий уровень продаж, не делает достаточное количество звонков. Что значит достаточное? Это означает, что он достигает показателей комфорта для его работодателя без совершения большого количества звонков. Плохо это? Наверное, хорошо, что у нас есть такой хороший сотрудник, но, тем не менее, мы можем просто поднять продажи, банально увеличив воронку его звонков, то есть воронку с самого верха. Ну, то есть, если он будет делать больше звонков, то больше звонков он сможет обработать, больше звонков он может пройти за сделки. Таким образом, его рабочее время мы можем использовать для своих выдох максимально эффективно, что изображено на экране сейчас. В графе «Выберите период» стоит период 1 неделя, в графе «Кто звонил» стоит Ира, и мы видим, что по сотруднику, совершающему исходящие звонки, у нас всего 2 звонка за неделю. Проанализировав звонки сотрудника такого, мы можем, опять же, посмотреть, кто из сотрудников звонит наиболее активно, кому из сотрудников можно подтянуть в этой связи. То есть это банальное, экстенсивное увеличение количества звонков, то есть увеличение входного порога на воронке. И таким образом мы можем просто получить большее количество продаж в течение того же самого времени. Таким образом мы можем устранить низкую эффективность сотрудника на исходящих звонках. Анализ качества продаж. Здесь тоже интересный момент и интересный процесс, с которым мы можем помочь при помощи инструмента истории коммуникации по личным комитетам МТТ-бизнеса, инструмента, доступного бесплатно всем клиентам МТТ. Что мы используем в качестве анализа качества продаж, как правило? Не секрет ни для кого из руководителей, что наиболее объективную картину в разговоре об анализе качества продаж дает личное наблюдение за процессом продаж сотрудника. В случае встречи – это присутствие на встрече, в случае звонка – это прослушивание звонка. Тут все просто. Однако, нужно понимать, что, несмотря на то, что сама по себе запись разговоров – это наиболее объективный инструмент, который даст объективную картину, использование его для отделов продаж, где количество сотрудников, ну, скажем так, весомое, прослушивание звонков целого отдела продаж, может быть настоящей проблемой для руководителя. Вопрос, опять же, вам, коллеги. Если можно, ответьте в чате. Насколько… Слушаете ли вы записи разговоров своих сотрудников, и насколько много сотрудников находится у вас в подчинении? Если можно, в чат. Можно написать «слушаю», «пять», «не слушаю», «пятнадцать». Ага, Василий, не слушаете. Василий, а если можно, а почему вы не прослушиваете звонки своих сотрудников? У вас какой-то более удобный инструмент есть для анализа? Анализа именно качества их работы? Может быть, их просто слишком много, и вы не знаете, что слушать? Всего два. Слушаю вживую. То есть, Алексей, находитесь непосредственно рядом с сотрудниками, если я правильно понял. Ага, Василий не использует запись. Угу. Ага, Алексей, понял. Слушаем вживую, не используя запись. Понятно. Записи не используются. Смотрите, коллеги, спасибо большое еще раз за обратную связь. Я немного поясню относительно записи разговоров о том, как она может быть использована в связке с инструментом истории по звонкам. Дело в том, что когда у нас сотрудников действительно, ну, много, либо они совершают много звонков, но, например, что два сотрудника могут тоже совершать довольно большое количество звонков. Если это так, то прослушивание всех записей разговоров каждого конкретного сотрудника выглядит задачей нереальной. Ну, просто нереальной. Однако, согласитесь, что послушать звонок вашего сотрудника, на котором действительно были проблемы, то есть проблемный звонок вашего сотрудника, звонок, где качество самой продажи страдает, было бы интересно. И правда ли? Ну, то есть, вот вопрос руководителям. Хотели бы вы послушать тот звонок вашего сотрудника, где были проблемы, если вы точно знаете, что на этом звонке были проблемы? Нет времени слушать. Понятно. Ну, все звонки действительно нет времени слушать, это правда. Однако, переходя непосредственно к истории коммуникации, которая позволяет этот момент усовершенствовать, при помощи вывода звонков по длительности соединения мы можем получить выборку именно тех звонков, которые закончились неудовлетворительно. Например, вы как руководитель наверняка представляете себе, сколько длится оптимальный звонок по продаже в вашем случае. Ну, например, от 2,5 до 5 минут. Вполне, в общем-то, такие, похожие на правду цифры. Вряд ли люди о чем-то могут договориться за 15 секунд. 30 секунд, ну, тоже может быть, но вряд ли. То есть, если у того или иного сотрудника количество звонков неудовлетворительно длительности, например, чересчур коротких звонков, получается большим, например, сейчас на экране выведены звонки сотрудника длительностью от 10 до 30 секунд. Если количество таких звонков оказывается чрезвычайно большим, то мы можем подумать о том, почему большое количество звонков сотрудника оказывается чересчур короткими. Что происходило в рамках этого звонка? Удалось ли сотруднику пройти секретаря, может быть, вообще до разговора о продукте вашем, дело не дошло. При этом нужно понимать, что звонок, который успешно завершился, нам, наверное, и не особенно интересно прослушать. Почему? Потому что там все было хорошо, человек сделал свое дело, все правильно. Однако вот те звонки, на которых возникли проблемы, их-то нам послушать наиболее интересно. Почему? Потому что это те моменты, которые касаются именно проблемных зон наших менеджеров. То есть, если менеджер совершил звонок, который был чрезвычайно кратко, значит, во время этого звонка что-то пошло не так. Безусловно, нам интересно, что пошло не так. Только поскольку это что-то пошло не так, может быть в рамках компетенции нашего сотрудника. И это то, над чем мы хотим поработать. Мы можем прослушать именно те звонки, которые имеют неудовлетворяющую нас зрительность. Можем прослушать именно те звонки, на которых, вероятно, наибольшие проблемы. И дать сотруднику обратную связь по данным звонкам. На каких звонках были действительно наибольшие проблемы, что можно подтянуть, что можно сделать лучше. То же самое можно сделать для чересчур длинных звонков. Если вдруг, ну что называется, наш сотрудник любит поболтать, то мы опять же можем это проанализировать. Мы можем посмотреть, что было не так в рамках данного конкретного звонка. Что можно улучшить. Как, может быть, можно попробовать сократить разговор с клиентом, который любит просто поговорить ни о чем и так далее. То есть сам инструмент истории коммуникации с фильтрацией подлительного соединения вкупе и в связке с записью разговоров нам дает именно таргетированную выборку по тем звонкам, в которых, вероятнее всего, были проблемы. И здесь уже мы можем использовать, ну то есть мы можем просто сэкономить наше время на прослушивании записи разговоров. Нам уже не нужно прослушивать по три часа разговоров каждого сотрудника ежедневно. Мы можем просто потратить, ну скажем так, 10 минут на то, чтобы проанализировать, а вот у моего сотрудника в чем проблема. Таким образом данный инструмент дает нам именно аналитику качества продаж сотрудников. Опять же, если это сотрудник, которому не хватает каких-то умений, не хватает навыков в продажах, это тот сотрудник, которому мы можем дать обратную связь, он может сделать выводы, усовершенствоваться. Мы снова можем послушать его разговоры, снова дать ему обратную связь. Таким образом сотрудник, который мотивирован, но у которого не хватает навыков, легко совершенствует эти навыки и растет. Мы же получаем большие продажи. Опять же, при помощи простого инструмента истории коммуникации, который ничего не стоит любому из клиентов компании. Идем далее. Немного поговорим о расходе рекламного бюджета. В самом начале своего доклада я говорил о том, что на рынке на сегодняшний день существует довольно большое количество различных систем аналитики. Вообще и аналитики расходования рекламного бюджета в частности. Ну то есть существует, некоторую аналитику дают и рекламные площадки, и какую-то аналитику дают прочие источники. А какую-то аналитику мы можем получить в правах специальных сервисов, вроде динамического колл-трекинга и так далее. Однако, довольно просто проанализировать эффективность расходов в рекламу можно при помощи инструмента истории коммуникации в том же самом личном кабинете компании МТТ. Опять же, напомню доступному любому клиенту просто так. Каким образом это делается? Приведу пример из практики, наверное, начнем с этого. У меня на практике был случай, когда клиенту захотелось дать новую рекламу. Он решил дать рекламу на дорожном щите, разместил рекламу на дорожном щите и разместил там новый номер на дорожном щите, для того, чтобы проанализировать, насколько эффективно расходует средства эти самые рекламные на дорожный щит. Стоимость дорожного щита, я думаю, вы себе представляете, если вы занимаетесь рекламой, то есть это десятки тысяч рублей. Вот тут тоже важный момент, действительно, стоимости ваших клиентов. Коллеги, вы когда-нибудь считали, сколько стоит вам по рекламе, сколько стоит вам привлечение одного клиента? Ну, то есть, сколько стоит, сколько денег вы тратите на то, чтобы клиент к вам пришел? Если да, то нажмите плюс, если нет, нажмите минус, замечательно. Спасибо. На самом деле, это параметр, который считается несколько реже, чем даже средний чек клиент, потому что, ну, вроде бы нам нужно тратить столько денег, мы их тратим. Все тоже довольно просто. Если мы знаем, сколько клиентов к нам пришло с одной рекламы, и просто поделив стоимость этой рекламы на количество людей, которые бы мы привлекли, мы получим стоимость, то есть затраты на одного клиента к нам. Так вот, продолжаю свою историю. Тот самый человек, который дал рекламу на дорожном щите, получил в статистику после этой рекламы по тому номеру, который он дал на дорожный щит, два звонка. Таким образом, стоимость одного клиента у него получилась порядка, по-моему, 15-20 тысяч. рублей нужно понимать что если ваш ваш клиент стоит вам 15000 рублей то получать с него вы должны больше чем 15000 рублей в среднем чеке значительно более низком чем 15000 рублей там по-моему было что-то 3 до 5 данная ситуация разумеется нецелесообразным таким образом при помощи всего одного инструмента в истории коммуникаций и одного телефонного номера стоимостью 150 рублей ежемесячно человек проанализировал рекламу стоимостью в 10 тысяч рублей ну и разумеется ожидать от нее отказался поскольку она была не эффективна что мы тут можем предложить в вопросах именно рекламных возможностей у нас как у федерального оператора связи есть номера в ходе 89 городов поэтому где бы не давали рекламу в регионах мы наверняка можем вам помочь номером то есть простые номера стоимостью всего 150 рублей ежемесячно помогут вам проанализировать рекламу и помогут вам понять те затраты на рекламу которые вы несете на сегодняшний день оправданы они или нет с одной стороны с другой стороны помимо номеров в ходе городов у нас есть номера в ходе 8800 которые опять же могут быть использованы как дополнительные маркетинговые инструменты и могут помочь повысить вам отдачу от отдачу от тех средств которые вы вложили в рекламу если время номер 800 рекламу то мы помним что в среднем от 20 до 40 процентов при творческих равных по этой рекламе звонков будет больше это опять же то что мы можем предоставить проанализировать же данную ситуацию сколько звонков к нам пришло мы можем при помощи инструмент истории коммуникации сейчас у вас на экране выбран период за один месяц и выбран один телефонный номер в ходе 958 мы не сколько звонков пришло на этот номер это было 4 звонка и можем понять насколько эффективно используется номер 958 если мы даем его в рекламе просто поделив количество количество денег на эту самую рекламу на количество звонков по этой рекламе причем это только первый шаг в вопросах анализа эффективности данной рекламы помимо просто вывода количество звонков по данному номеру мы можем добавить фильтр длительности соединения и увидеть например для входящих звонков сколько звонков было удовлетворяющий нам длительность ну то есть размещение рекламы в том рекламном источнике которые мы разместили не является ли привлечением для нас на целевой аудитории насколько много звонков именно тех длительность которых кажется нам эффективно это что называется о расходах расходования рекламного бюджета то есть простым инструментом истории коммуникаций мы можем в общем-то довольно глубоко проанализировать насколько эффективно мы расходуем деньги на рекламу в принципе докладная часть о довольно простом инструменте истории коммуникаций у меня на этом заканчивается я хочу подвести небольшой итог существует довольно большое количество инструментов самых разных по сложности и стоимости на рынке однако при помощи самого простого инструмента доступного любому клиенту компании мтт мы можем довольно серьезно повлиять на продажи в нашей компании мы можем проанализировать эффективность работы сотрудников мы можем проанализировать эффективность работы той или иной рекламы и оправданность затрат на ту или иную рекламу оправданность затрат на рекламный бюджет данные услуги доступны любому клиенту мтт не требует никаких дополнительных затрат ну и они доступны виртуальные атс мтт бизнес просто по умолчанию коллеги я предлагаю перейти к вопросам если есть какие-то вопросы задавайте их в чат пока вы пишете вопросы хочется напомнить что по окончании данного вебинара я очень жду заполнение анкеты небольшая анкета у вас это отнимет буквально пару минут но очень сильно поможет нам сделать мероприятия интересными для вас в дальнейшем ну там буквально о том было ли вам интересно не были вам интересно что вам интересно видеть на следующих вебинарах коллеги очень жду вопросов в чат все ли было понятно все ли было понятно хорошо коллеги спасибо спасибо за обратную связь опять же если вам интересно в дальнейшем видеть вебинары под компанией мтт по инструментам которые помогут вам повышение активности бизнеса повышение продаж целом улучшение ситуации большая просьба пройти и заполнить анкет по данному мероприятию это очень поможет а можно будет отразить что конкретно вам интересно что сейчас вас волнует чем занята сейчас ваша компания на каком этапе развития вы находитесь так я думаю что мы еще несколько минут подождем вопросов если вопросы какие-то возникли если вопросов нет то еще раз как подключить такую статистику для того чтобы подключить такую статистику нужно просто стать клиентом компании больше ничего а эта статистика доступна всем клиентам компании мтт в личном кабинете и не требует вообще больше никаких затрат и некий дополнительных действий доступно на любом пакете любом тарифном плане вне зависимости от того каким номером чем прочим вы пользуетесь а а а а а коллеги тогда я еще разочек продублирую с вашего разрешения анкету обратной связи большое большая просьба ответить на пару вопросов и длительному пару минут если вопросов больше нет то мы будем понемногу закругляться до мои контакты сейчас у вас на экранах если есть какие-то вопросы вы можете позвонить мне написать буду очень рад ответить тогда спасибо большое вопросы можно будет задать в частном порядке либо опять же можно будет прямо в анкете мы на вашу почту указанные анкете все вопросы ответить хорошо я думаю что вопросов у нас пока что больше нет спасибо еще раз за мероприятие спасибо еще раз за обратную связь спасибо что вы были с нами надеюсь до скорых встреч